Вы находитесь в одном из древнейших городов Беларуси, нашему городу больше 600 лет. И он известен больше как еврейская столица Беларуси. К этой увлекательной экскурсии мы вернемся чуть позже. А пока переместимся вот в этот уютный дом. На часах полдесятого утра Тамара Минченко хлопочет на кухне, достает пирожки из духовки. Сегодня у нее девичник, соберутся близкие подруги. Для них готовят специальное угощение с туркменским акцентом. Решила сделать вот такое блюдо. Это называется самса. Это туркменское, азиатское, но не только туркменское. Но с белорусским акцентом. То есть с грибами, с белыми. Так как белые грибы в Туркмении не живут. В 2004 году Тамара Георгиевна переехала из России на родину предков. Сама родилась в Казахстане. Но через несколько месяцев попала в Бобруйск. Именно город на Березине указан свидетельствами о рождении. До 12 лет ее воспитывала бабушка. Наш дом на улице Пушкина, 178, до сих пор стоит. Кстати, 1880 года постройки. В то время в Бобруйске только было 8 кирпичных домов. После пятого класса наша героиня переехала в Туркмению к родителям, которые строили ГРЭС в городе Мары. Любовь к Бобруйску Тамара Менченко пронесет через всю жизнь. По ее признанию, с юных лет живет с ощущением уникальности места. И всегда грезила однажды вернуться. Ее мечта сбылась. По-моему, Сол Шульман сказал, что в детстве он представлял, что Бобруйск – это такая звезда на шаре, земной шар, и вот маленькая звездочка Бобруйск. Тамара Менченко родилась в 1959 году. Экскурсовод, библиотекарь, библиограф. Была научным сотрудником и заведующей Темкинского историко-краеведческого музея в Смоленской области. Занималась исследовательской деятельностью, работала в различных российских архивах, выступала с докладами на областных краеведческих научных конференциях. Была председателем женсовета, занесена в Книгу почета женщин Смоленщины. После переезда в Бобруйск, стала сотрудничать с филиалом Бобруйского бюро путешествий и экскурсий. Разработчик собственного маршрута – шалом Бобруйск. За мужем трое детей и трое внуков. Сегодня мы покажем один день из жизни удивительного экскурсовода, без ретуши, купюр и фильтров. И это будет ее собственный диагноз – диагноз «бобруйчанка». 10-15. Лечебная гимнастика с мужем Сергеем. Кровеносные сосуды, чтобы открылись эти капиллярчики, нужно вот ладони. Вот так вот их в одну сторону, там во вторую. Ну, это нужно 50 раз в одну, 50 раз во вторую. 15 лет назад супруг перенес инсульт. Полгода лежал в коме, еще три года с трудом узнавал близких. Наша героиня стала для него ангелом-хранителем и поставила на ноги. Надо любить друг друга. Это главное. Терпение, наверное, еще главнее. Потому что очень терпеливо надо относиться. Ну, и во-вторых, конечно, хорошо любить человека, который тебя любит. Речь у Сергея Сергеевича восстановить не удалось. Врачи тут оказались бессильными. Теперь вторая половинка – его личный переводчик. В прежние годы муж, говорит, не был особенно словоохотлив. Мол, наложили отпечаток издержки профессии. Работал начальником разведки. У него такая служба была, что мы никогда не виделись друг с другом. Может, поэтому счастливо жили. 11.00. Тамара Георгиевна выходит с мужем на прогулку. Идут под ручку. Героиня не скрывает. Сегодня они гуляют вместе столько, сколько за всю жизнь не находишь. Миллионы вот таких шагов. Вот так мы гуляем каждый день, несмотря ни на какую погоду. Но сегодня погода, конечно, мы далеко не пойдем. А так мы обычно доходим до Вестера, пьем там кофе, возвращаемся обратно. Это наш маршрут. 11.45. Возвращаются домой. Тамара Георгиевна с головой уходит домашние хлопоты. Поливает цветы, кормит попугая мальвину. Птица по утрам исполняет роль будильника. Мы хотели завести собачку, потом решили, что нет, большая ответственность собачка. Потому что если уеду на экскурсию, надо выводить куда. 12.20. В перерывах вязание. Потом теплые вещи уходят на презенты родным. Дочери вот вяжу свитер. Правда, я его раза три уже перевязывала, потому что она мне прислала картинку только. И пришлось вот, чтобы доставить ей удовольствие по картинке вязать свитер. 13.00. Время принимать гостей. Я очень рада, что вы пришли. Да. Мы тоже рады встрече. С подругами за душевной беседой, чаем и пирогами Тамара Георгиевна собирается раза два в месяц. Родственников дает жизнь, а друзей Господь Бог, утверждает она. Встреча начинается на высокой ноте. Поэтесса Надежда Акушко декламирует любимое произведение. Синявокая мать родима, про твое хороство, про духмянные пахи лугом. Чтение продолжится и за столом. На этот раз вступает актриса Людмила Савицкая. Я вернулась в Бобруйск, незнакомый, отстроенный, новый, приобревший с ней уголок, свой имидж. Он стал как музей. Сразу после – песни, без караоке, а вот так, сольно. А мир всегда будет с нами, а мир всегда будет с нами, а мир всегда будет с нами. Эвэл шалом, шалом, шалом алейхем. 14.05. Хозяйка меняет репертуар. Начинает веселить гостей бобруйскими майсами. История из еврейского прошлого. У нее вагон и маленькая тележка. Скажите, пожалуйста, это бобруйская адвокатская контора «Розенмарка» и Иванова? Да. Пригласите, пожалуйста, Иванова. Иванова сейчас нет. Может быть, нет. Мне нужен только этот парень. Это веселый человек, если он выжил в такой компании. Тамара нам расскажет про бобруйск такое, что и мы знать не знаем, а она знает. Среди гостей – босс нашей героини Наталья Калашникова, который возглавляет филиал Бобруйского бюро путешествий и экскурсий. Вот уже 9 лет Тамара Георгиевна работает здесь гидом и считается одним из лучших экскурсоводов города. Чисто случайно она зашла к нам в бюро. И вот с тех времен, как бы, это и экскурсовод, и подруга, и товарищ. Ну, все в одном лице. Очень преданный, надежный товарищ. 15.00. После ухода подруг Тамара Минченко готовится к небольшой экскурсии, которая ей предстоит сегодня. Почти за десятилетия работы гидом по бобруйску у нее накопился огромный материал, который хранится в увесистых папках – бесценный капитал. Любая экскурсия начинается с папки. Такая рутинная работа, так называемая кухня. Она мало кому вообще интересна. И, может быть, не все материалы, которые ты собираешь, войдут в экскурсию. Но оно копится, копится, копится. Потом получается вот такая огромная стопа. Экскурсовод признается – хотелось приносить пользу любимому городу. Вот и пошла экскурсии водить. Опыт библиографа и научного сотрудника как раз пришелся в пору. Краевидение – это вообще захватывающая такая тема. Тема, чтобы мы не были Иванами, не помнящими родства, нужна такая наука, как краевидение. В свое время Тамара Менченко стояла у истоков создания Темкинского музея в Смоленской области. Проводила экскурсии. Среди ее слушателей были даже известные политики. У нас в Темкинском районе избирался от партии «Яблоко» депутат. И Григорий Явлинский, а он был лидером партии «Яблоко», приехал в наш район. Он говорит, я хочу посмотреть на ваш музей. Сбилась вся программа, он приехал в музей, я ему провела там экскурсию. Героиня уверяет – составила уникальную экскурсию в Шалом-Бобруйск. Ей хотелось познакомить горожан и гостей с колоритным прошлым здешних мест. Мы вообще должны гордиться своим городом, потому что великие математики вышли из нашего города, которые сейчас имена во всем мире говорятся. Великие революционеры, которые в свое время делали революцию большевистскую, тот же Парвус. 16.20. Тамара Менченко подходит к червоной веже. Публика на месте. Добрый день, уважаемые бобруйчане. Я сегодня ваш экскурсовод. Зовут меня Тамара Георгиевна. По просьбам знакомых, гид иногда прокладывает познавательные маршруты по любимым местам. Вот Тамара Георгиевна рассказывает бобруйскую майсу. Ты знаешь, что жизнь зародилась в Бобруйске? Как? Как? Авраам родил Исаака. Исаак родил Якова. Яков родил Иуду. И ты думаешь, это было в Воронеже? А в синагоге меня поправили. Авраам родил Исаака. Исаак родил Якова. Яков родил Иуду. А потом что-то случилось и стали рожать женщины. За время экскурсии слушатели еще не раз улыбнутся. Еще сто лет назад каждый уважающий себя интеллигент обязан был знать пять провинциальных городов. Бобруйск был не последним в этом списке. Как говорят, Бобруйск не первый город Белоруссии, но и не второй. Собравшиеся послушают про башню. Напротив нас водонапорная башня 27-го года постройки. Когда отпала необходимость в ее эксплуатации, она снабжала водой всю центральную часть города. Здесь открыли ресторан. Следом экскурсовод расскажет про памятник Шуре Балаганову. Их монологи местами звучат хором. Помните, когда Шура Балаганов в золотом теленке делил города между детьми лейтенанта Шмидта, а Паниковский визгливо кричал, нашли дураков, вы мне дайте среднерусскую возвышенность. А Шура ему сказал, а может тебе Мелитополь или даже Бобруйск? 16.53. И сразу на Советскую. До революции улица называлась Романовской. Остановится возле гостиницы Бобруйск в визитной карточке города и расскажет про здешнюю перестройку. Гостиница – это типовое здание. Такая же гостиница есть в Бресте. Но чтобы наша отличалась, наш архитектор Майзельс Бобруйский придумал вот эту вот круглую башенку. Эта экскурсия продлится еще несколько часов. Впрочем, про любимый Бобруйск Тамара Менченко готова рассказывать, кажется, сутками. Я Людмила Любимцева. Через неделю новый герой, новая история и новый диагноз. Субтитры создавал DimaTorzok